Как научиться радоваться неизвестности, противоречивости и сложности современного мира? Ну вот, меня спасает то, что я сформировал в себе ощущение того, что мы опаздываем. Я его так не случайно вам, так сказать, корректно провожу, потому что только это заставляет… Нас, если ты не испугаешь, мы не двинемся. Значит, я ненавижу всю эту цифру, муть, людей, чаты, какие-то… Все это отвратительно. Но я мучаю себя. И я действительно… Каждая модель, каждое обновление, которое приходит, я сам не осваиваю. У меня есть сотрудник, он все осваивает, меня сажает, сажает, дает доступ. И я с этой сволочью разговариваю, с ней веду всякую работу, рисую там и прочее, потому что я должен понимать, где она, как она какие-то задачи решает, как она мыслит это, как ее поставить в тупик и прочее. Поэтому… Ну, это просто пример того, как… Мы сейчас делаем озвучку моей книжки экспериментально. Я уже не могу понять это. Я говорю, нет. Ну, он все делает… Ну, то есть там надо как бы масса настроек каких-то всяких разных, кто-то, все, пятый, десятый, но будет… Ну, я буду рассказывать голосом. Скоро видео такое будет. Вот. Я буду сидеть, вот так, 3D-голограмма. Раз, и он будет вам там все рассказывать. Он даже вставляет в текст, «Можете себе представить мои вот?» И я когда его обалдел, ну, то есть я даже занервничал. Вот. И говорит, текст читает книжки. Вы меня там вот видели когда-нибудь? Вот. Вот так бывает. И это все, конечно. И вот я думаю, что это важно понять, что мы, даже если мы хотим быть наблюдателями за всем происходящим, что мы же присутствуем с вами на самом грандиозном зрелище в истории человечества. Я не преувеличиваю. Самое грандиозное зрелище в истории человечества. Но вы можете быть осознанными зрителями, а можете как бы пропустить это мимо. Да, сейчас непривычно смотреть. Это как будто бы, знаете, появился авангард. Вы все время привыкли к художникам-передвижникам, к классической школе там и так далее. И вот эти люди начали малевать, значит, субрематизм. И у вас возникает по этому поводу. Сначала смотреть на это, думаю, было просто за гранью добра и зла. Мы с вами-то уже воспитывались на советском, так сказать, агитпоруме, который весь воспринял, так сказать, этот авангард. А тогда это и ничего не было. И они это увидели в первый раз. Ужас был, кошмар. Но они потом рассмотрели, и оказывается, что это очень неплохая штука. Все, что касается цифрового, вот этого нового технологического истории, это все станет частью нашей жизни очень скоро. И мы можем просто как бы... Помните в свое время старое поколение, как мы пытались телефоны всунуть? Переносные вот это. Ну, тебе же может плохо стать, ты наберешь. Ду-ду, ду-иду. Все, отстаньте мне. Зачем мне телефон этот? Непонятно, что это... Первые мобильники когда были, бабушкам, девушкам, попробуй всунуть. В больнице лежит, даже не звонит туда, значит, а чего там тебя вызвать? А вот чтобы не оказаться в этом состоянии, ну, надо, так сказать, немножко вздрогнуть. И страх немножко хорошо. Вот. Ну, хотя бы что-то настоящего начнем бояться. Потому что сейчас мы просто переживаем из-за системного нарушения динамических стереотипов. Все меняется, что-то обновляется, трансформирует, что-то происходит, и так далее. Ну, слушайте, давайте более проактивную позицию займем. Явно будет веселее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!